Традиционные 800 километров дорог отремонтировали в Алтайском крае за текущий год. Итогами сезонных работ с журналистами поделился региональный министр транспорта Антон Воронов. Примерно такое же расстояние планируют сделать и в 2024 году. Традиционные дороги, входящие в региональную опорную сеть Змеиногорск, Крупцовск, Волчика, Михайловская, Кулунда, Бурла. Мы говорить будем еще далее про ремонт Алтай-Кузбасса. Мы будем говорить про дорогу Павловск-Камень на обе границы Новосибирской области в Крутихинском районе, про ту же самую дорогу Крутихо-Панкуршихо-Хабары-Славгород, про Олейск-Черышское, про дорогу в Солонешинском районе. Также в долгосрочных планах восстановление туристической дороги Алтайская Ая для разгрузки Чуйского тракта и создание рядом с Бийском дороги, которая позволит соединить существующий объезд Наукограда и путь на Белокуриху, будут поддерживать и уже отремонтированные участки, несмотря на прекращение в 2024 году национальной программы безопасной и качественной дороги. То есть цель регионам до 2030 года иметь в нормативном состоянии 50% общей региональной сети, и те улицы, части улиц и участки дорог наших агломераций, также должны содержаться в состоянии пригодности 85% в ближайшую пятилетку. Подняли на встречи вопросы пробок. По заявлениям Антона Воронова, постоянных заторов из-за строительства развязки на Змейногорском тракте в Барнауле в будущем не предвидится. Работы там завершены примерно наполовину. Обновления будут и в сфере общественного транспорта края. Первая партия из 65 автобусов должна прийти к весне следующего года. Новые трамваи белорусского производства должны появиться на линии еще быстрее. Сейчас осуществляется приемка предусмотренных госконтрактом запасных частей и, назовем простым словом, ремкомплектов. Как только мы их до конца принимаем, для чего это включалось в тех заданиях, для того, чтобы новые трамваи обслуживались и содержались на требуемом для них уровне. По плану в декабре их запустить. Также до конца года в крае появится свыше 40 комплексов фото-видеофиксации нарушений. Это почти четверть от их общего количества в регионе. Находиться они будут в основном на федеральных дорогах. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.